Приветствую вас! Давайте я, наверное, сперва отвечу вам на вопросы, которые вы задаёте. Вот. Потому что вас они волнуют больше всего. А потом я дам определённые рекомендации по поводу того, что вам нужно делать. Итак, значит, вы спрашиваете, правильно ли вы поступили? Что двое суток не звонила ему, добавила чёрный список, не видится с ним, три недели, дам ему время подумать, отдохнуть от него. Ну вот, что интересно, вы даёте время ему подумать, то есть не себе подумать, да, над своим поведением, над тем, как вы себя ведёте, а ему подумать. Так получается, что вы надеетесь, что он признает свою вину, и вы надеетесь, что именно он будет вас просить прощения за всё, что произошло. Знаете, он, конечно, ответственность несёт, но вам думать нужно не об этом, не о его ответственности, а о своей. Понимаете? Понимаете? Поэтому, правильно ли вы поступили, что даёшь ему сейчас отдохнуть от себя? Да, правильно. Правильно ли вы действуете, то есть, ну, правильно ли у вас ожидание от того, что он принесёт вам так сказать, не общение с ним? Здесь, конечно, нет, потому что в данном случае ожидание вам может не принести вообще ничего. Если вы сами своё поведение не измените, если вы хотя бы не воспользуетесь вот этим временем, что вы не общаетесь для работы над собой, для регулярных консультаций, хотя бы два раза в неделю, то ситуация не изменится и вы действительно его потеряете и действительно свадьбы не будет. Вы это, конечно, переживёте, вам это сейчас кажется, что нет, но вы переживёте безусловно это. Да, будет тяжело, трудно, драматично, но переживёте. Вы сможете это послужить. Другое дело, что такой, как раньше вы уже не будете и, может быть, это хорошо. Далее, значит так, что мне делать? Работать над собой. Не ругать, не винить, а именно с психологом разбираться. Как поступить? Значит, перестать его винить. Перестать его винить в своих проблемах, да? Перестать считать, что он виноват в чём там перед вами. Перестать его обвинять в чём-то. И подумать о себе. То есть то, что вы знаете свои ошибки, как вы говорите, это ничего не значит. Абсолютно. То есть вам правильно сказала коллега, что, ну вот вы знаете ошибки свои. Вроде бы знаете. А толку? Толку. Ну вот, если вы не делаете ничего, чтобы как-то поменять что-то в своей жизни, в своё поведение. Если вы знаете свои ошибки, но не обращаетесь, например, к психологу, то толку. Вы понимаете? Вот. Далее, он меня разлюбил. Нет, он вас по-прежнему любит. Просто он понимает, что так вот жить, как вы живёте, невозможно. Совершенно невозможно. Совершенно невозможно, потому что постоянные ссоры, постоянные претензии от вас. И так далее. Вот. И помимо этого, вы несколько путаете страсть и влюбленность. То есть, вот он к вам относился как к королеве, да? Пока вы вели себя достойно. Пока вы были независимы от него. Только вы стали от него офисовичить, в большей степени. И он перестал, он перестал вас воспринимать так. Потому что королевой вы быть перестали в тот момент, когда стали от него зависеть. И вопрос зависимости, это вопрос ваших желаний. Это вопрос потребностей. Это вопрос эмоций. Это вопрос обид. Вопрос чего я хочу. Только. В зависимости, это хочу. Это не надо. Это хочу. Понимаете? Далее. Мы расстались. Нет, вы еще не расстались. Потому что все таки пять лет это срок довольно большой. И мужчина вряд ли захочет спустить этот срок на тормозах. Мы не расстались. Мы надеемся, что вы сделаете выводы. И делать выводы вам нужно. Это действительно так. Вот я ответил на ваши вопросы. А теперь давайте пройдемся по истории, о которой вы сказали. попробуем сами. Значит, вы говорите о том, что вы очень эмоциональный человек. То есть, вы через сил чувствительны. И будучи чувствительной, вы, будучи чувствительной, вы, во-первых, не имеете личных границ своих. То есть, у вас есть, как бы, постоянный негатив, да? Постоянные негативные эмоции, которые в ваш, видимо, в космосе. Вы не умеете их контролировать и не умеете правильно их реализовывать. Реализуете вы их, скорее всего, да, за счет других людей. То есть, ведете себя, как ребенок. Ну, по сути, в делу. По сути, в делу. Значит, плачьте. Плачьте, это защитная реакция вашего организма, вашей психики. Плачьте. Это плачьте. Ну, а нервничать, это тревожность. То есть, это нежелание, это нежелание менять свою линию поведения, да? В зависимости от событий, в зависимости от ситуаций, которые с вами происходят. То есть, вы не хотите корректировать свое поведение. Вот. И это, в принципе, довольно такая деструктивная позиция на самом деле. Потому что она вам, она вам, ну, ничего хорошего не несет. Она мешает вам взаимодействовать с людьми, с людьми. Вот. То есть, в этот момент понятен, надеюсь, да? Далее. Я девушка, 22 года, помолвлена через полгода свадьбы. Моим женихом пять лет вместе. Так, ну, смотрите. У нас получается, что женихом вы познакомились и стали общаться в 17 лет. То есть, именно в 17 лет вы стали встречаться. Здесь нужно сразу сказать, что 17 лет это возраст детский. То есть, вы еще ребенком были. Вот. Не знаю, встречали ли вы. То есть, не знаю, ровесники ли вы со своим парнем или нет. Но то, что вы ребенком были, это однозначно. И это сейчас вы уже, по сути, взрослый человек. А ведете себя вы, в принципе, так же, к сожалению. Да? То есть, по-прежнему, как ребенок. Вот. И это, конечно, очень плохо, потому что, как правило, отношения, которые начинаются в той раннем возрасте, они заканчиваются не очень хорошо, потому что человек меняется, меняется его позиция, меняются его взгляды, меняется его восприятие мира, восприятие себя. И, ну, вот, с кем он был раньше, да? Вот, с кем вы были в 17 лет. И, кто вы сейчас, это все-таки разные немного вещи, да? Наверное, вы понимаете. И чувствуете сам, что сейчас вы не такая, как вот были тогда. Вот. И, а отношение к себе вы хотите такого же, как было тогда. Вот. Ну, а это невозможно, потому что вы уже не дети, вы уже не ребенок. Вот. Проблема в том, что вы, будучи взрослым, вы ведете себя не как взрослым, а вы ведете себя как ребенок. Ну, об этом я уже говорил. И, может быть, это и хорошо для, ну, например, для отношений с мужчиной. Мужчине, может быть, действительно нужно, чтобы вы были ребенком. Вот. Но, при этом, при том, что вы можете быть ребенком, для него, вы же, ну, вам все-таки нужно понимать, что отношения строят двое, а не один человек. И, вот, вы их, как бы, вы отношения, ну, к сожалению, не устроите. То есть, да, вы не занимаетесь выстраиванием отношений. Вы, по сути, их только оформляете, вы их постоянно как-то пытаетесь корректировать, как нужно вам. А не как хочет молодой человек, например. Я вас не сужу, я просто говорю, как есть. То есть, пять лет, где нам доводится вам 22 года, это довольно большой срок. И на этот срок пришелся очень серьезный период изменения. Изменения вас, изменения вашей личности, вашего взросления и так далее. И, скорее всего, эти изменения вы не учитывали при, ну, вот, при своем восприятии себя. Понимаете, да, о чем идет речь? Я надеюсь. Мой людей добивался меня в 8 месяцев. Ну, это, конечно, довольно много. А почему добивался? Я видеть и слышать о нем не хочу. Он мне не нравился, ни по мне, ни по характеру. Он был влюблен в паучник. Каждый год и день писал. Большие букеты. Отправлял, приезжал до 120 километров, чтобы был повод мне просто написать. Он мне не нравился, потому что он слишком хороший был. А нам, девочкам, нравится. Нравятся парни погрубее. А почему? Какая-то мазохистическое позиция погрубее. Наверное, не кажется. Но, с другой стороны, в 17-16 лет, опять же, если вы эмоциональны, да, то, если у вас семья такая вот, то вас либо гиперопрекают все. Ну, то есть, ваши родители. Либо наоборот, да, как-то вот относятся к вам так, что, ну, не уважают ваши чувства, не уважают ваши эмоции и так далее. То есть, родительское сценария. Желание видеть рядом с собой грубого парня – это мазохистское поведение, проявление мазохизма в отношениях. То есть, только через грубость вы видите проявление эмоций. А вот так вот, вот такое поведение, как он вам предлагал, вам не нравится, потому что вы не привыкли к такому. Вот. Ну, и, соответственно, поэтому вам и погрубее. То есть, есть вот момент, да, что, ну, не менять расприятие, вот вы говорите, что нам, девочкам, вот кому нам, девочкам, непонятно. Почему вы взяли и решили, что именно девочкам все нужны парни погрубее? Не задумывались ли вы над тем, а почему так? Почему погрубее вам нужны парни, вот, именно вам, не девочкам, а именно вам. То есть, это вот говорит об отсутствии у вас на должном уровне развитого эмоционального интеллекта. То есть, вы, вы, как бы, не отдаёте себе отсчёта в том, каковы причины того, что с вами происходит. Ну, просто не отдаёте вот себе отсчёта в этом вы. Ну, понимаете, да? Надеюсь, о чём идёт причина. А не отдаёте вы опять же, потому что не отслеживаете свои эмоции, не привыкли их отслеживать. Откуда они у меня, почему они появились, а каковы их причины, их причины. Понимаете, их не подавляет мысль. Вот то, что вы себя ругаете, да, это тоже очень хороший такой показатель, показатель вашего отношения к себе. То есть, я буду себя ругать, но при этом я не принимаю себя. А другой человек должен меня принимать, потому что я себя не принимаю. И эта позиция, она, конечно, деструктивная. То есть, нельзя так. Нужно скрывать, принять себя, да, и потом только уже принимать другого человека. А вы себя не принимали, и, соответственно, вы себя не приняли, вы не умеете себя принимать. И из-за этого у вас возникает проблема в отношениях. Потому что приватный человек себя принимает потом, только уже других. А у вас получилось так, что вы и первым мужчиной взаимодействовали. Видимо, так же вы тяжело переживать с ним. А расставание не просто так, он вам для чего-то был нужен. Вот. Ну и, соответственно, с этим мужчиной тоже самое повторяется. То есть, вся та же, вся та же модель поведения у вас идет. Ну, вот, с ними, с мужчинами. Так, значит, эм... Так. Ну, один раз добивался, я не отвечала. Я готова была быть с любым другим, но не с ним. Почему так? Откуда такое отрицание его идет? Вот из моих подруг добивался моего общения. Ну, кстати, вы его отрицали, возможно, потому что именно такой вам и был нужен. Но, ваше восприятие, оно не давало вам этого. То есть, оно по-другому себя проявляло. Оно давало вам тех парней или того парня, которым вам было привычнее. А с этим было непривычно, и вы от него защищались. Вот. Он через моих подруг добивался, начали потихоньку общаться. В то время я тогда, эм... Только остался неправным. С кем была привычка вместе. И почему-то очень тяжело... Эм... Переживало это... Это расставание. Эм... Ну, вот, смотрите. Да? А... Какой момент? А... Вы говорите о том, что... Тяжело расставались с... эм... С... С... Мужчины, да? Предыдущим правом. Эм... Эм... Вот просто... Почему? Эм... Эм... Как вы думаете? Почему... Как вы думаете? Почему... Почему вы... Эм... Тяжело расставались... С ним... так сильно. С чем это связано? Вот как вы думаете сами? Ну, у этого же есть причины какие-то, да? У того, что вы тяжело расставались с ним. Ну, наверное, причины какие-то есть. Так вот, вопрос у меня к вам. Каковы эти причины? Вы не отдаётесь делать вам всё это, понимаете? Вы говорите, что, вы говорите, что вот, может, да я просто тяжело расставался. Но почему тяжело? Непонятно. Вот это вот всё и начинается. Что вы не были одной. Что вы не закончили отношения к ним, уступили в отношения к другим. Знаете, вы уступили в отношения к другим, а дальше у всех всё пошло по нарастающей. То есть, мужчина зеркально отражает ваше отношение к себе. Мужчина зеркально отражает то, как вы к себе относитесь. Вы себя не цените, вы себя не любите, вы не принимаете себя. И мужчина также реагирует. Мужчина отвечает вам, скажем так, взаимностью, да? Мужчина отвечает вам такой же модель поведения, как и вы ему. Вот. Ну и, соответственно, вам это не нравится, вам ведь тяжело так. Почему? Потому что вы видите себя в нём. Вы видите свой образ в человеке. Вот. И поэтому вот так тяжело. Понимаете, да? О чём идёт спречь? Я надеюсь. Дальше, значит, так. Мы начали общаться потихоньку. Всё было супер. Я потихоньку вот каждый в нём всё больше влюблялся в него и в отношения ко мне как правило или нет. Вы влюблялись не в него. Вы влюбились в его отношения к вам. Вам нравилось, что человек даёт вам возможность подчувствовать себя королеву. Вот в этом всё дело. Вы не любили его. И, скорее всего, никогда не любили. А теперь давайте подумаем. Почему вам так вот приятно, так важно, так нужно, чтобы к вам относились как к королеве? Вот тоже важный вопрос. Подумайте. Для чего вам отношения как к королеве? мне не кажется, что это что-то такое, знаете, сложно. Наоборот. Мне кажется, что это довольно просто. Отношение к королеве, к вам как к королеве для вас означает, что вы в действительности не такая, какой вы себя представляете. Или не такая, ну не такая, образ которой вам нарисовали, например, ваши близкие, допустим. Допустим. Вот, в принципе, и всё. То есть, момент именно в этом заключается, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, момент отличается именно в том, да, что вы сами, вы сами к себе так не относитесь. А вам нужно, чтобы так относились. Ну и главный вопрос. А почему же вы сами к себе, как королева, не относитесь? Что мешает? Какие проблемы есть у вас на этом этапе? Понимаете, да? Вот. Ну и дальше у вас пошла довисимость, то есть удовлетворение своих желаний, потребностей, по сути дела, фрустрация, вот, только фрустрация по поводу того, что вы не получаете того отношения к себе, которое вам нужно. Ну вот. Соответственно, это эмоциональный интеллект, самооценка, личностный рост, как вам сказали коллеги. Я бы сказал, коллекция поведения, проработка своего женского, образа женской модели своей. То есть, какая вы женщина, что вы можете дать мужчину, вот. Проработка вашей личности, то есть, что вам ещё помимо, вот, что вы себя представляете, да, помимо женщин. Вот. Почему в 22 года вы уже хотите замуж. Такие вот моменты. Два года мы были счастливыми, почти каждый день приезжал. То есть, пока он давал вам то отношение, которое вам было, но всё было хорошо. Только он перестал, правильно, всё плохо. Вот об этом и нужно подумать. Вот. О мужчине сейчас вам думать не нужно, не нужно. Он о себе с собой нужно работать. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. Надеюсь, что ситуация разрешится. Желаю вам всего доброго и удачи.